что там за история с теми кто ждет вот в новостях как бы да те кто ждет статус беженца и вот по части там их семей чтобы можно побыстрее пропустить провести там какую-то пароль там что-то вот это что такое вот на сегодняшний день ну уже многие из вас наверно слышали знают что ожидание первого собеседование по вопросу статуса беженца минимум год в среднем это от одного до трех лет в некоторых городах а в частности чикаго лос-анджелес майами и хьюстон больше четырех лет люди ждут собеседования самая большая проблема в чем в том что семьи находится врозь в это время особенно если приехал кто-то один а второй человек и может быть человек с детьми остался в своей стране в основном из-за того что у второго человека у детей визы не открыты есть возможность попросить гуманитарный пароль для тех кому отказали в гостевой визе по причине того что очень большой срок ожидания статуса беженца и серьезные какие-то проблемы естественно психологические то есть муж находится в сша он там уже два года допустим или полтора он уже с разрешением на работу он уже работает может он там портнов компьютер скул закончил уже получает свои там не знаю 85 тысяч он хочет привести жену с ребенком а тем отказывают в визе допустим москве киеве там не знаю где сейчас еще их выдают бишкеке на том основании что вот он там ждет статуса беженца про то есть но к сожалению не всем могут дать гуманитарный пароль потому что это своего рода исключение из правила более такого всеми принятого что чат должен получить костевую визу гуманитарный пароль нужно доказать что у тебя реальная ситуация которая отличается от других и что есть серьезные причины в основном это со здоровьем причины психологически то есть здоровье может быть физическое или она может быть психологическое но все же есть метод есть путь по которому можно обойти ситуацию где визу не дали то есть полифицировать полифицироваться под эту программу все же некоторым получится этим воспользоваться приходит чек консул и это консул у меня крыша едет пустите меня в америку это всякие справки взять у доктора письма может быть от родственников от детей от родителей то есть это нужно собрать пакет документов естественно показать почему такая ситуация на практическом уровне если такая практика то есть мы знаем людей которые так вот привозят родственников есть но маленький процент может быть сейчас это станет более популярным потому что не дают костевые визы а может быть если большое количество людей будет обращаться за этим станут более открыто давать костевые визы тогда визы